Дорожно-транспортное происшествие В результате пострадали 4 машины органов государственной инспекции Это лето оказалось гораздо богаче уже пятый случай В основном на этом перекрестке происходят такие дорожно-транспортные происшествия Как легкие столкновения, так называемые Когда водители не соблюдают элементарную дистанцию То есть для них становится каким-то сюрпризом, когда впереди И машина, которая ездит впереди, внезапно включает левый поворот Либо правый поворот И для кого-то это становится сюрпризом Элементарное соблюдение дистанции И в итоге ДТП у нас происходит Горе-водитель начал выезжать с поворота на Октябрьский проспект И не заметил на главной дороге машину Девушка-водитель девятки не успел затормозить Удар пришелся такой силы, что перевернул иномарку Я проезжал мимо, когда остановился напротив телефонной станции Услышал вниз тормозов очень сильный Когда из машины вышел, смотрю, уже лежит перевернутая машина И подошел сюда, как бы, оказать помощь Потому что всегда так бывает, что нужно оказать церковь помощь Очевидцы происшествия не расходились до приезда эвакуатора Кто-то пытался помочь, но большинство стояли и снимали на камеру мобильного телефона Чужое горе становится для многих сюжетом, для личного архива Мы услышали, как девятка затормозила Повернулись и увидели, как эта машина перевернулась Потом люди начали подходить, смотреть, что там произошло Мы испугались и начали смотреть Ну, потом позвали друзей, друзей, конечно В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал Водитель иномарки был пристегнут ремнем безопасности И поэтому отделался испугом А водитель девятки – разбитым носом и легкой ссадиной По словам милиционера, просто везение, что все закончилось именно так Александр Поморцев, Вероника Козлова, Алексей Зайцев Новости моего города Аномальная жара, которая стоит в Кузбассе вот уже больше месяца Тянет горожан ближе к водоемам Но не все пляжи, на которых отдыхают утомленные солнцем кузбассовцы, безопасны Именно поэтому отдел полиции Новокузнецка-Левобережный Провел очередной рейд по местам отдыха И проверил благоразумность новокузнечан Как оказалось, даже запрещающие таблички не останавливают разгоряченный народ А большую тревогу вызывают дети, которые приходят купаться на водоемы без родителей За период, за лето 2012 года погибло двое ребятишек в местах купания Они утонули В связи с этим родителям необходимо очень тщательно контролировать, где находятся ваши дети Время их препровождения, время их нахождения И ни в коем случае не отпускать и не разрешать своим детям находиться на водоемах различных Одним несовершеннолетним Центральный банк позволяет курсу рубля колебаться сильнее, чем прежде Из-за действий участников рынка Начиная с выходных, отечественная валюта потеряла по отношению к доллару больше рубля Прошедшая неделя пощекотала нервы игрокам валютного рынка И добавила седых волос жителям России Эксперты считают, что скачок произошел по инициативе Центробанка Во вторник вечером валютный коридор рубля расширился на 50 копеек в одну и другую сторону И это не могло привести к такому резкому падению курса Получается скачки доллара к рублю реакция игроков рынка Которая может отразиться на содержимом кошелька обычных граждан Это грозит повышением стоимости на импортные товары на автомобили Или, к примеру, айфон, который сегодня стоит 30 тысяч рублей И с ростом курса валют, по нашему прогнозу, до 35-36 рублей за доллар Будет стоить, условно, 33 тысячи рублей И это еще не все Вот что вас ожидает дальше Цирковой манеж превратился в водоем Московский цирк на воде представил в Новокузнецке свою незабываемую программу Обыкновенное чудо от синих самураев Первая сенсация на Олимпиаде случилась еще до церемонии открытия День шахтеров встречаем в чистом городе Сегодня в Кемерове прошла пресс-конференция Посвященная празднованию Дня шахтеров и юбилею столицы Кузбасса На совещании рассказали о планах по благоустройству и украшению города Этой осенью в областном центре наведут лоск на улице Мичурина И закончен реконструкцию проспекта шахтеров, где свой маршрут проложит новый троллейбус Меняют город не только специалисты, но и сами кемеровчане Украшают свои балконы и клумбы возле домов цветами Заезжая в город, молодая девушка вышла из машины и просто вскрикнула Дорогой мой, любимый мой город, какой ты у меня чистенький, зеленый и красивый Я очень тебя люблю Развлечения для самых маленьких детей и взрослых Новокузнецк посетил московский цирк Вся программа организована на воде Множество птиц и животных из далеких тропических стран и много чего еще интересного Юлия Кольцова ненадолго вернулась в детство Морские котики Толик и Айсберг – одни из самых главных артистов программы «Цирка на воде» Они еще совсем молоды, но дрессировщик Наталья Тищенко говорит Они все понимают и схватывают на лету Обучить трюкам котиков проще, нежели обезьян Дрессура отличается от всех Ластоногих, дельфины, морские котики – это абсолютно другая область Во-первых, нет ни поводков, ни физических наказаний Это вообще никак не приемлемо То есть есть так, премия за понимание, за хорошую работу И отсутствие премии, все Обезьяна Лола не уступает в мастерстве своим коллегам по манежу Она и на автомобиле прокатиться может, и станцевать, и на ходулях пройтись А в спортивной одежде и в ботинках она и вовсе выглядит как человек Попугаи, змеи, крокодилы – это далеко не полный состав животных, готовых выйти на арену уже в ближайшие выходные Цирковая московская труппа подготовила для новокузнечан настоящую сказку Во-первых, у нас идет цельная программа, нет никаких разбивок Идет все без объявления артистов, идет как что-то типа сказки Попасть из реальной жизни в сказку – такая возможность будет у всех Цирковая водная феерия продлится в Новокузнецке до 26 августа Юлия Кольцова и Артем Петрищев – новости моего города Далее новости спорта По традиции в борьбу за олимпийские медали раньше всех вступают футболисты Стартовые матчи прошли в четверг за сутки до официального открытия игр И сразу же грянула первая сенсация Один из фаворитов – непобедимая сборная Испании – неожиданно проиграла японцам Исход противостояния решил единственный гол, забитый синими самураями на 34-й минуте По мнению самых суеверных болельщиков, причина в том, что игроки красной фурии сменили привычный цвет формы на голубой А кто-то винит в поражении арбитра, удалившего с поля игрока испанцев Мартинеса Иньяго Как бы то ни было, заслуг сборной страны восходящего солнца это ничуть не умаляет Олимпийские игры на три недели прикуют к экранам миллионы телезрителей Кемеровская область не исключение За какими видами спорта будут следить кузбассовцы, узнавала наша съемочная группа Наверное, на даче будем телевизор смотреть по вечерам Ну, скорее всего, легкую атлетику будем смотреть Ну и, может быть, что-нибудь там муж сам себе придумает Не рьяный болельщик, но я бы хотела победы всем нашим спортсменам Нравится, когда женщины боксируют Категорически вообще отношусь, когда женщины занимаются тяжелой атлетикой Такими мужскими, жесткими такими видами спорта Я считаю, что женщина должна быть женственной Плохо, неплохо, что бокс? А, бокс? Ну, бокс, не знаю Телеканал «Мой город» присоединяется к армии российских болельщиков И желает нашим спортсменам красивых и ярких побед А у меня на этом все Если вам есть что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте нашего телеканала И смотрите выпуски любимых передач До встречи на телеканале «Мой город» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok